Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, Антон, и сегодня мы продолжаем второй сезон карьеры в ранкете против реальных людей. Только мы уже с вами играем не в трёх весовых, а во всех. Ну, кроме наилегчайшего, потому что там мышонок, и меня это раздражает. Хочу напомнить вам, что, ребята, с OneX это не только быстрота и надёжность, но и шесть косых по моему промокоду BALMY. Переходи на мой твиттер и получай свой подарок. Короче, с первого раза я не смог войти, друзья, какие-то проблемы были с серверами, я немного подождал, перезагрузил Соньку, и всё получилось. У нас с вами 4 победы, 0 поражений, остаётся один бой в калибровке. Так, мы играли с вами... Это какие у нас весовые? Это лёгкий, это, наверное, полу... Нет, полулёгкий, наверное, короче, легчайший, да. Это у нас полутяжёлый, а это женский. Ну что же, поехали искать своего первого соперника. Так, итак, друзья, полусредний вес, и мы можем брать с вами бойцов С плюс категории. Так, у нас есть здесь Дагестанец. С плюс категория, специалист по болевым, но у него стойка не такая уж и плохая, посмотрите. Эрик Силва. Так, будем знать. Вот этот вот парнишка, но чё-то он мне не нравится. 3-4 секунды, нужно ускориться. Этот парень хуже, чем предыдущий. Этого вообще мы не рассматриваем. Майк Перри, Б. Блин, точно не Би Джи Пен. Я не хочу играть на Пенсионере. Так, ну что? Ну что же мы имеем? Идём вперёд, Брюс Ли. Это не то, не то, не то. Этот парень слабый, со слабой стойкой. Из-за этого мы постоянно играли. 12 секунд. С плюс категория. Это херовый пацан. Рафаэль, 7 секунд, пиздец. 7 секунд, пиздец. Короче. Блин, да я всё. Это, ну пацаны, это... Блин, это так тяжело. Надо было брать у того чувака, который Эрик Силва. Теперь я играю вообще на ком? Я играю на Карл Секандите или я выбрал Сиронию? Блин. Ну как это вот называется? Я даже не представляю. Так, Ковингтон. Ковингтон. Сорян, пацаны. Вот реально. Искренние извинения. Давайте, чтобы сбить, так скажем, обстановку вот этого непонимания. Так, что-то ливанул. Этот чел выходит. Этот чел выходит. Так. Главное, чтобы у меня поражение не засчитали. Но это всё. Он вышел. То есть, поединка не будет. Это 100%. Когда вот так картинка замирает. Смертельным, да, вот таким вот номером. Всё. Блядь, я даже ничего нажать не могу. Это как? А, я понял. Это может быть ещё и у нас. Да. Это может быть ещё и у нас, пацаны, поражение. Отлично будет. Короче, друзья. Ну, хорошо то, что я это записал. Потому что, наверное, многие мне не поверили бы и сказали, типа, да, ты проиграл лошара с саной. Вот такое вот что-нибудь было бы. Круто то, что я это записал. Я с самого начала сказал, что у меня не заходило в сервера. Я перезагружал Соньку для того, чтобы смог поиграть. Для того, чтобы я смог поиграть. Вот так вот надо говорить. Антон, проснись, придурок утренний. Ну, что, дорогие друзья, у меня поражение. Бой этот не состоялся. Калибровку мы прошли. К сожалению, мне дали очень мало очков. Вообще, если я проходил калибровку на С плюс бойцах, мне давали 1440, вот так вот 1450. Что-то в этом районе. Здесь у нас 1375. 4 победы, 1 поражение. Но мы его не будем считать, как, ну, за реальное наше поражение. Поэтому пошлите искать первого соперника. Еще раз. Опять, друзья, полусредний вес. Опять, друзья, полусредний вес. И мы на этот раз берем Эрика Силву. Вообще, специалист по болевым. С таким здоровьем. Посмотрите, у него здоровье 84. Вообще его нету. Ни стойкости, ни сердца, ни челюсти. Блин, а здесь у нас с вами Ник Диас, который крепчайший боец. С хорошей ударкой. Вообще, наверное, с самой лучшей ударкой. С самой приятной ударкой. По грэплингу. Грэплинг-клинч 82. Это худший показатель. Проведение и блок болевого. 91-90. Игра снизу 87. Игра наверху 88. Колонка стойки также неплохая. Ну, как неплохая? Говно, конечно. Ну, сами понимаете, С плюс боец. Поехали. Стойка у нас традиционная. Самое главное, это контролировать себя сейчас. Не нервничать. Не думать о том, что произошел-то сраный вылет. И вообще, сервера EA Sports, дайте, пожалуйста, мне снять ролик. Дайте, пожалуйста, поиграть. Блин. Очень крутая встреча. Против нас будет драться Тьяго Алвес. Это тоже странный выбор. Два бразильца, кстати. Размах у нас больше. За Эрика я играю впервые. В этой серии я вам расскажу, как я первый раз в жизни делал МРТ. Потому что МРТ это непростая, так скажем. Как это можно сказать? Что вот, простая? Что я хотел, Антон? Вспоминай, вспоминай. Все, короче, забыл. Короче, про МРТ расскажу. Блин, у меня высокий боец. Раз, два, три. Хорошо. Двойнушку он пробивает в корпус. Самое главное, не начать недооценивать нашего соперника. Вот это комба, вы видели? Блин, профессионалы UFC. Напишите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Хоть раз вы видели? Такую комбинацию. Так, он всегда пробивал два раза в корпус. Хорош. Так, я понимаю, что он как будто как тайц какой-то. Ух ты. Так, ну это неплохой, кстати, игрок. Я вам так скажу, что... Ну, то есть я тут прикалываюсь, а против меня нормальный, серьезный паря дерется. Хорошо, руки у нас подлинней. Так, не пробивался у меня апперкот. Лучшие маневры я делал. Хорошо. Еще раз. Еще раз. Очень, очень неплохо я ему зашел. Так, ну неплохие комбинации этот парень мутит. Блядь, вы посмотрите, что он делает. Я ее потом в замедленном повторе посмотрю. Я просто не верю своим глазам. Он вообще не кроет корпус. Хорошо. Работаем по этажам. Я побольше устал. Жесть. Я, ну, вдохновлен этим парнем, который против меня играет. Хорошо. Сбили мы его агрессию. Могли сейчас проиграть размен. Очень неплохо сейчас. Мы его разводим. Он уже начинает теряться. Не, братан. Достали, достали, достали. Помните, да, что у нас очень слабая челюсть. У нас, кстати, неплохой бокс. Так, он хотел сделать фейк миддл-кика. Не, парень, парень, парень играет. Неплохо, респект. Блин. Не, я даже ему проявлю уважение. Вот эта комбинация, которую он исполняет, она для меня... Я не могу ее запомнить. То есть, я даже не понимаю, что он там делает. Думал, думал, что будет под корпус заходить. Голова у меня отбита больше, чем у него. Ой, что я делаю? Что я делаю? Играю не так идеально, как хотелось бы играть. Хорошо. Давай, 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 давай. Я хочу почувствовать твой шампунь, который польется. Стой, Антон, не выебываемся. Не выебываемся. Просто раскалываем орехи. Локоть. Локоть. Блин, у меня локти есть, кстати. Как же я возбудился. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Если бы он попал бы боковым, я просто слег бы. Это, знаете что? Это означает, что я просто почувствовал комфорт в этом поединке. Ну что, я медленно, но уверенно иду к победе. Самое главное мне не выпендриваться. Самое главное мне не начать недооценивать своего соперника, и все будет хорошо. Просто вы видите сами, я напрягаюсь, все отлично. Разбиваю блок, работаю по этажам, чувака путаю. Потом, как только я вижу, что начинаются у него танцы в голове, парень начинает, грубо говоря, протирать своим туловищем пол. Антоша сразу, типа, такой тиктокер, понимаете, начинает немного открывать шампанское и думать, что уже все в кармане. Но, на самом деле, нужно, нужно дооценку давать. Голова. Ух ты, нихера! А как у него так отрезка вылетела? Да не, не, не будет такого, братан. Хорош, подкорпус. Нахуй отсюда. Блин, как же круто мы деремся. Но он очень крепкий. Встает и делаем только боковые. Только боковые. Для чего делали? Для того, чтобы он не делал перебежки. Жесть. Прикольная комба. Ну, решение 100% мое. Я даже не сомневаюсь в этом, поэтому пропускаем. Я не верю, что здесь, ну, будет какое-то удивление от судей. Я 100% забираю этот бой. 100%. Его даже можно будет, наверное, обрезать, потому что здесь было все спокойно. Что-то прикольное вставить. Ну, конечно, ну, здесь все видно было по игре. То есть, чел, хоть и добротно играл, я могу его похвалить, но по статистике я впереди. Посмотрите, я выкинул 399 ударов. Да, я понимаю, что я не сильно устал. Нет, в конце, конечно, сильно. Но, эти удары были прямые в корпус, там, джебы в корпус и так далее. То есть, здесь, ну, один раунд он, кстати, забрал один раунд. По жизням, посмотрите, он должен был падать. Ему просто немного... Не то, что везло, но вот как-то не совпало. Не смог я его закончить. Легкий вес. Легкий вес. И здесь 100% я беру уже не нашего любимого хукера, а какого-нибудь другого парня. Так, у нас есть Трухильо, но мне не нравится вообще, как он выглядит. Есть Диего Санчес. Диего Санчес. Блин, чем ты славишься? Ты ничем не славишься. Блин, как за тебя играть? Это вообще... Это... Жесть просто. Пирсон. Пирсон, кстати. Ну, более-менее такая ударка у него. Давайте еще посмотрим. Не нравится вообще. Во, давайте вот за этого парня. Вот этот вот более-менее чел. У него проведение болевого приема 92. У него игра снизу 90. Вот. На большой высоте, кстати, имеется перк. По стойке он очень слабый. Точность 83, братан. Я не понимаю, ты что, пьяным дрался постоянно, когда за тобой следили ребята из компании EA Sports? 83 точность у бойца. 83, друзья. Это жесть просто. Мне кажется, у меня 85. Гейджи. Против нас будет драться Гейджи. Я не помню, хорошая ли у него защита от болевых. Давайте быстренько переходить к истории с... С этим, как он называется, с МРТ. Так, сейчас мы этого парня оценим. А, ну я понял. Нужно просто завалить, да? Сейчас на низ перейдем. Короче, пришел я на МРТ. Кто не знает, это такая тема, когда ты въезжаешь в кокон, в тоннель такой, в котором тебя будут смотреть насквозь с помощью магнитов. Вот. Получается как? Ну, у всех 100% есть какие-то страхи, понимаете, какие-то страхи закрытого пространства. В любом случае, у всех это есть. В любом случае. У кого-то это сильно развито, у кого-то не сильно развито. Так, я не в ту сторону заблокировал из-за того, что разговариваю. У меня это есть, но не сказать, что прям сильно. Если он будет подниматься, пробуем контргильотину ловить. Нет, у нас не получается. У нас вообще есть контргильотина. А у меня нету, у меня нету удушения сзади. Офигеть. Короче, я пришел. Мне говорят, типа, заполните бумажечки, так далее и тому подобное. Так, отсюда у нас есть обратный треугольник. У нас есть галитина? Да. Я не успел. А, успел. Стопай, 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 пацаны. Блин. Из-за того, что он пошел с полной стаминой, и я немного тупил, я, конечно, не смог его доработать. Короче, ладно, давайте по голове бить его. Он думает, что голова не отнимается, когда я бью такими ударами. Ну, он конкретно ошибается. Парень начал уже защищать свой... Нахуй. Хайкиком тебе еще добавлю. Я не помню, Лоузон правша или левша. Сдалека он пробивал миддлкик. Я хочу задушить, кстати, из-за этого парня. Противник у нас не сильный. Отбиваем, отбиваем качан. В общем, встречает меня парнишка-врач, говорит, там, не боишься закрытых пространств? Ты сюда, туда-сюда, зачем пришел? Вот. Ну, ложись. Я лег. Мне сначала зафиксировали шею, потом мне одели наушники. Говорит, ты не бойся, когда будут какие-то громкие звуки. И одевает наушники. Я подумал про себя, блин, а не будут ли тут звуки очень громкие, что я, например, буду бояться, так скажем, или мне будет неприятно даже через наушники. Эта мысля тоже сразу тебя наводит на страх. Потом тебя фиксируют еще каким-то шлемом сверху. И ты начинаешь заезжать. Понимаете, вот когда ты начинаешь заезжать вот в этот вот кокон, да, я не знаю, в жопу динозавра, блядь, пластмассового, ты, ну, просто на подсознании начинаешь бояться. Тебя как будто заживо хоронят, понимаете? Тебя как будто реально заживо хоронят. Стало неприятно. Первую минуту, ну, учащенное сердцебиение у меня было. Это сто процентов. Я как-то неуютно чувствовал. А, еще он в руку дает грушу. В руку дает грушу. И говорит, если станет плохо, кричи. Ой, кричи, нажимай. Ха-ха-ха. Короче, вот этот вот хер, который постоянно пропускает себе в голову, он должен просто умирать, понимаете? Умирать. От моих разменов. Не хочу я делать болячку, когда я вижу, что чувак просто нулевый. В общем, я делаю. Я делаю. Глубокий вдох, глубокий выдох. Стараюсь, знаете, ну, прийти в себя. Потому что небольшая паника началась. А еще ты ждешь этих звуков. Ты ждешь этих звуков. Так, пацаны, тяжелый вес, тяжелый вес. Я разговаривал по телефону. Есть Трэвис Браун. Кто еще есть? Есть Даффи. У него мощность удара. Тим Джонсон. Есть Руслан Магомедов. Друзья, я сыграю за Руслана Магомедова, потому что он неплохой ударник. У него, ну, неплохие удары ногами. Он может делать вроде бы фейк миддл кика, хай кик в голову. То есть чувак прям могет. Только надо было посмотреть повнимательнее его параметры. Я из-за того, что по-быстрому разговаривал по телефону. То есть поговорил по телефону. И сразу хочу вам дорассказать историю. Против нас будет драться Оверим. Самое главное, чтобы это был непитуй. И я лежал и ждал звуков вот этих, понимаете? У меня паника от того, что я нахожусь в закрытом пространстве. И еще я жду каких-то звуков, про которые мне говорили. Вот, начались звуки, я такой про себя... Ну и ладно, не так громко. Наушники защищают и все. И самое главное, что эти звуки, они все разные. И через 10 минут, то есть, например, такие бывают звуки. Ву-ву-ву-ву-ву. Потом, например... Вот какая-то хрень бывает, например. Вот такие хлопки там начнутся. Потом бум-бум-бум. То есть, я не знаю, из-за чего это происходит. Я потом, кстати, может быть, даже посмотрю, как вообще МРТ работает. Как она устроена. И через 10 минут начались звуки сигнализации. Типа... Ву-ву-ву! Я думал, что что-то происходит. Я опять подсел на панику. Думал, сейчас меня будут вытаскивать. Как обычно, со мной всякое дерьмо происходит. Но я вижу, что ничего не происходит. То есть, никто ко мне не подошел. Меня из этого кокона не стали вытаскивать. И этот звук пропал. То есть, это просто... Был звук сигнализации. Прикиньте, блядь, это... Уму непостижимо. Как МРТ работает? Звуки там, как будто ты играешь в Марио. Так, оверим. Самое главное, чтобы это был не Питуй. Да, я понял. Уже коленкой. Это Питуй, блядь? Только не говорите, что это Питуй. Блядь, какие штука дегенераты. Это просто пизда. Так тяжело против тяжелого веса играть. Вы, блин, себе не поверите. Во, во, о, блядь. На, ёпт, порепи по твоей. Куда ты полез там? Отроде я говнища. И самое главное, эти удары... Самое главное, эти удары не тратят стамину у него, понимаете? Они одиночки. Посмотрите на эту тварь. Просто посмотрите. Вау! Хорош, хорош. Хайкик, блядь. На! Почеши себе за ухом. Грязнь от моей подошвы. Давай, 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 давай. Кэс, 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 блядь. Мимо, ёптать. Сука, грязь подплиточная. Нахер ты это разводишь здесь? Зачем ты эти локти устраиваешь? Нахер отошел в сторону. Так, смотрим. Две минуты. Он не устал вообще. Зато у него... Акцентированные удары, понимаете? Все акцентированные удары. Просто мразь. Как тебе, блядь, такая хуйня, а? Самородок. Самое главное, я говорю сейчас не на человека, я говорю на стиль игры. Его стиль игры просто мразейший вообще в этой жизни. Мразейший. Посмотрите. Посмотрите, что он делает. То есть человек не умеет играть. И выигрывает из-за того, что у него питуевский персонаж. Но как он выигрывает? Он не выигрывает. Что-то там собрался. Такая мразь. Просто тратит самину мою, понимаете? Давай, давай, локоточек. И вы понимаете, я получил 10 акцентированных ударов по 48. То есть... И он не устал. Он нанес 48 акцентированных тяжелых ударов. И он не устал. Очень интересно, блядь. А как я попал в эту, если я уходил? Ну, ха-ха-ха! Это просто пиздец. У него только что произошли. Понимаете? Совокупление, блядь, с моей... С моей коленкой. Он ударился челюстью только что. И ничего не произошло. А как это? Блядь. Да-а-а-а. Да-а-а-а. Я не перевожу его в фартер чисто... Чисто принципиально. Если я даже проиграю, я хочу просто... Проиграть достойно, по-мужски. Стойкий, говно вот этому, блядь. На, ё-моё тебе, по... Поэкроножной мышце. Мимо, братан. Прикиньте, если бы я сейчас ему наносил бы удар, а не вот этим бомжом, у которого ни мощности, ничего нету. А каким-нибудь оверимом таким же, как он играет сейчас. Да не-не-не-не, братан. Ты от коленки? Посмотрите, какой урон! Какой колоссальный урон идет! Куда ты там поворачиваешься? Я... Не по той теме. Хайкик. Он не будет ожидать. Так, хорошо. Блин, самое главное, чтобы он не огрел меня коленкой. В корпус, и он не треснул. Вот что самое главное? Это фантастика. Чувак подключает другие удары. Ё-моё, ты, блядь, что там, заблудился? Я не пойму. Или тебе мама мешает, типа, тебе... А? Спать пора, она говорит. Лео, поспи. Блядь, самое опасное. Самое опасное, пацаны, когда вот это происходит. Потому что голова уже ранена. Здоровье-то у меня низкое. У него-то здоровье высокое. Блядь, это вообще, это законно? Вот это вот то, что он делает. Он бьет меня коленкой, когда у него сил нету, даже чтобы пёрнуть нормально, понимаете? Сука, я ненавижу эту игру. Он пердежом своим даже волосы на жопе не шелыхнет. А он подпрыгивает коленкой, блядь, мне в голову. Давай, 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 блядь. Такая мразь просто, посмотрите. Теперь это ещё и человек мразь. Потому что он делает что? Правильно, насмешку. Какой же ты лох, сука. Какой же ты лох, блядь. Какой же ты лох, блядь, понимаешь? Перед тобой, нахуй, парень с Дагестана. Давай, вставай. Что ты, блядь, там? Уже не знаешь, что делать, да? Уже лаги подрубил. А? Сука, мразь, смог добить. Я тебя не добиваю, понимаешь? Ты уже там сидел, позиции вокзального бомжа. Ты уже первую должность получил восьмиугольнике, понимаешь? Как ты там, а? Блядь. И прыгает, думает, типа я, знаете, там чё-то... Ты устал, понимаешь? Ты устал. Блядь. Прыгни, прыгни. Сука, тупорылая. А? Как ты там? Ну посмотрите, ну как это вообще возможно, блядь? Куда ты полез? Ты же стоящий, ты же показывал свои битки, понимаешь? Ты же головой шатаешь. Как собака у фурщика, блядь, в машине. Покачай головой прямо сейчас, чтоб я тебя высек, ё-моё. Чтоб ты упал, как мужчина хотя бы. Посмотри на себя, блядь. У тебя уже две должности. Мразота, блядь. Нахуй отсюда. Нахуй. Тридцать три секунды, Антон. Блядь. Молится, сука, ногам дагестанским, блядь. Чтобы не проиграть, понимаете? Молится, да... Молится ногам, чтобы не проиграть. Запомните, я тебя обоссала не добил, понимаешь? Абоссал не добил. Потому что я не хочу этого делать. Я показал то, что ты никто. Ты ноль. Ты просто щенок, понимаешь? Ты просто подзалупный житель. Вот и всё. Тебе вот место под залупой, блядь. У этого же Оверима, блядь, в этой игре. Долбоёб, блядь. Сука, как не беситься, я не знаю. Просто мразь, вообще. Просто мразь. Просто мразь. Посмотрите. Просто... Просто дегенерат, понимаете? Дегенерат проиграл, блядь, в каком-то из раундов вообще 2-0. Ой, 10-8. 2-0. Что я несу? Просто унизил, понимаете? Вот этот вот раунд он проиграл 10-8. Я спокойно его мог бы доработать. Он, в конце концов, начал молиться моим ногам. Вот. Но бой был прикольный. Бой был прикольный. Фух, блин, всё. Успокойся, Антон. На этом я, наверное, сегодня остановлюсь, друзья. Дальше идти не вижу смысла, потому что вот этот бой я покажу полностью. Назову я ролик, наверное, бой против спамера. Не знаю, я хотел бы ему вообще в личку написать, что это за столоп против меня бился. К сожалению, в нашем рекорде есть единица. Да, мы знаем с вами, что я не проигрывал, но вылет нарисовал нам, понимаете, единицу вместо нолика. Это неприятно. Ладно. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон. Всем всего хорошего и до скорых встреч.